Но многие бизнесмены говорят, что учеба в институте неважна. Что бы вы посоветовали? Тренинг или институт экономики. Если ты не поедешь учиться, конечно, ты можешь просто начинать сделать бизнес, но это кустарным способом. Это не бизнес. Это торговать, оттуда взять, отсюда продавать, отсюда взять, туда продавать. Это просто такая методика, которую все практикуют. Так что профессиональные знания, их место ничего не занимает. Так что иди учись. Вот мой совет тебе, дорогой мой. Моему брату 15 лет к учебе и интересу нет. Родители и никого не слушают. С утра до вечера на телефоне сидит. Как можем ему помочь, чтобы найти себя, чтобы появился интерес к жизни? Это его мотивация. Он будет делать это, поверьте, еще как будет делать. Он так будет слышать родителей, что ой-ой-ой. Просто вы его избавили. Что мне нужно в свои 14 лет, чтобы стать таким же успешным, как вы? Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы Довлатова». Очень-очень рад вас видеть здесь, в нашем канале. Ставьте лайк, рекомендуйте своим знакомым, своим друзьям, кто нуждается в этих информациях, для кого они являются полезными. Мы работаем для тех людей, для кого мы являемся реально помощником, для кого мы являемся полезными. Поэтому мы только работаем для таких людей. Здравствуйте, господин Довлатов. Я регулярно смотрю ваши видео и получаю мотивацию. Ваши замечания изменили мой взгляд на мир. Я также хочу быть очень крупным бизнесменом. Мне 18 лет, есть харизма. Узбекистан. Я собираюсь учиться в Польском экономическом институте. Но многие бизнесмены говорят, что учеба в институте не важна. Что бы вы посоветовали? Тренинг или институт экономики. Заранее спасибо. Дорогой мой, поскольку тебе 18 лет, и тебе это хорошо поможет, профессиональные знания. Езжай, если у тебя есть возможность, езжай и учиться в институте экономики. Иди учись. А когда возвращаешься, используй эти знания, чтобы создать свой бизнес. Так что профессиональные знания, их место ничего не занимает. Так что иди учись. Вот мой совет тебе, дорогой мой. Если ты не поедешь учиться, конечно, ты можешь просто начинать сделать бизнес. Но это кустарным способом. Это не бизнес. Это торговать, оттуда взять, отсюда продавать. Отсюда взять, туда продавать. Это просто такой методикой, которую все практикуют. Это один из кустарных методов. Далеко не пойдешь так. Нужно профессиональное знание бизнеса. Следующее. Здравствуйте, наставник. Благодарю вас за все. Меня зовут Марта. Мой вопрос. Моему брату к 15 лет. К учебе интереса нет. Родители и никого не слушают. С утра до вечера на телефоне сидит. Никому ничем не помогает. Думаю, только он прав. Как мы можем ему помочь, чтобы найти себя, чтобы появиться интерес к жизни, к учебе. Уважал родителей. Спасибо за такую возможность. Благодарю вас. Желание вам крепкого здоровья и успехов. Желаю вам крепкого здоровья и успехов. Спасибо, Марта. Я очень хорошо понимаю ваше положение, вашу ситуацию. Потому что много раз я видел таких детей, которые с утра до вечера, они очень привыкли к телефону, привыкли к компьютерной игре и так далее. Они нормально не хотят учиться, они не помогают родителям по дому и так далее. Таких случаев много раз побывало. Знаете, что я делал в одном случае? Однажды одна девушка, и у меня была похожа на это, в таком возрасте. Ее родители обращались ко мне. Это был город Алма-Ата. Я поговорил с этой девушкой. Ей было 15 лет. Она любила музыку. Я поговорил с ней, и я ей объяснил, что делайте таким образом. Она любила очень сильно музыку и так далее. Но родителям она не помогала. Тогда мы сделали так. Я попросил ее родить, чтобы покупали. Это было в 2005-2005 годах еще. Я родителям попросил купить ей плиер, чтобы она одевала на уши, и потом помила поле, и потом убрала дома и так далее. И она действительно это все делала. Это очень круто работало. Результат был очень хороший. Чтобы ваш братик делал то, что хотят родители и так далее, связывайте то, что надо делать, с тем, что этот человек любит. Или вознаграждайте человека по окончании его дела тем, что он любит. Я очень любил слушать музыку или ездить в город и так далее. Моя мама ставила мне план. Сделаешь вот это, выполняешь вот это, слушаешь два часа магнитофона. Это было в те годы, когда в школе учился, в 90-е годы. Или вот сделаешь вот это, поедешь в город. Или вот сделаешь это. В этом году будет свадьба твоего, твоего родного брата. Ты поедешь туда. То есть получается, что просто так ничего не было так дано. Ребенку надо, чтобы всегда за что-то было, за что-то он должен заслужить. Даже тоже сами телефон. Этот телефон он сам купил, этот телефон кто-то зарабатывал, или он сам заработал. Нужно, чтобы все было так. Как я делюсь своим детям? Когда мне говорят мои дети, что купите мне телефон, я им говорю, доченька, без проблем, я куплю. Но только в одном условии. За каждую пятерку я тебе дам столько суммы. А ты старайся, чтобы эти деньги сама накопить для своего телефона. Так что я могу тебе отдать за каждую пятерку энную сумму. Обычно я обещаю вот такую сумму. А теперь ты иди почитай. Почитай. Сколько ты пятерка должна получать, чтобы купить себе телефон. Вы представьте на минуту, пока телефон... То есть получается, что он пойдет чуть-чуть поплачет, чуть-чуть уговаривает меня и так далее. Я ничего не делаю, я не даю. Я говорю, извини, я тебе сейчас куплю, отдам. Но жизнь тебе просто так ничего не дает. Так что иди работай. Иди делай. Помню, что моя дочка мне сказала, пап, я хочу заменить свои сапоги, которые она на фигурной катании катается и так далее. Хочу их заменить. Там какие-то там красивые, такие, сякие появятся. Я говорю, без проблем, доченька, зарабатывай ей, купи. Она сказала, как я могу зарабатывать? Я сказал, ставь план. И сколько ты получаешь за каждую пятерку? Она говорит, вот так. Хорошо, ставь план и делай. И она составила план. Я помню, что она мне пришла и сказала, пап, а касса мне надо 48 пятерку получать. А я сказал, за сколько время ты это сделаешь? Она сказала, я ставлю план, за два с половиной месяца сделали. Я говорю, ну делай. Она сделала это за два месяца. В дальний момент моя старшая дочка, она в Америке учится. И через несколько месяцев она уже имеет право ездить на машину. В дальний момент потихонечку, каждый раз, когда я там бываю или там друзьями попросили, чтобы помогли научить ездить, научиться водить машину и так далее. И скоро ей будет 16, и она имеет право уже получать права, чтобы ездить там официально, я имею в виду, когда уже 17 будет ей спокойно, она может официально ездить и так далее. И она мне сказала, папа, вот я скоро могу уже по закону, а вы мне купите машину? Я сказала, нет, доченька, ты сама купишь себе машину. Она сказала, как? Я обычно плачу ей 100 долларов за каждую отличную оценку, четверки. И вот сейчас она накопила 1300 долларов, по-моему. И она остальная сказала, накопи остальные сама и купи себе машину. А если какую-то сумму не достается, ладно, я добавлю. Но совсем я не буду это делать. Ты сама должна что-то делать в жизни. Вот такая правила у меня. В жизни надо чего-то самому работать, чтобы что-то брать. А просто даром брать в жизни нельзя. Поэтому ваш братик надо приучить к этому. Раз он телефон любит, тогда вы ставьте перед него задачу. Делаешь вот это, вот это, получаешь телефон, два часа играешь. Потом делаешь вот это, вот это, получаешь. И потихонечку, это его мотивация. Он будет делать это, поверьте, еще как будет делать. Он так будет слышать родителей, что ой-ой-ой. Просто вы его избавили. Отнимите у человека то, что он дрожит. Он как миленький послушает вас. Здравствуйте, Санурадовладов. Меня зовут Сарбоз, а фамилия Кульбаев. Мне 14 лет, через месяц будут 15. И я ваш фанат. Ух ты, спасибо, Сарбоз. Что мне нужно в свои 14 лет, чтобы стать таким же успешным, как вы? Надеюсь, ответите заранее. Спасибо. Сарбоз, дорогой мой, в твоем возрасте я разработал план своей жизни до 100 лет. То есть, это был простой план. Я расписал себе, когда мне будут 20 лет, что я хочу, чтобы появилось в моей жизни. Когда мне будут 25, когда мне будут 30, когда мне будут 40, когда мне будут 50, 60, 70, 80, 90, 100. Я написал для себя в каждом этапе моей жизни, что я хочу, чтобы появилось в моей жизни. Первым делом ты тоже делай этого. А потом вторая вещь. Я сидел и подумал, какие навыки мне нужны, какие способности я должен владеть, чтобы это все реализовать. Я ставил перед собой цель и начал это делать. И потихонечку это все работало. Третья вещь. Потом фокус я направил на то, что читать те книги, читать, приобрести те знания, которые поможут мне до этого добраться. И это все мне помогло. Слава Богу, все получилось хорошо. Ты тоже делай это, тогда станешь успешным. Но научись финансовый интеллект, духовный интеллект, академический интеллект, все вместе развивай. И физический интеллект, это твое здоровье и так далее. Все должно гармонично расти. Человеку должно быть все симпатичным. Все должно быть красиво и привлекательно. Здравствуйте, уважаемый Саидмурат Давлатов. Дети-то главные. Со мной живут пятеро, два мальчика, три девочки. Старшая девочка и мальчик 17-15 лет. Имеют другого кровного отца. Подскажите, пожалуйста, как можно подобраться к их сердцам? Дети меня совершенно не слушают. Особенно мальчик. Тем более у него с детства привычка, к сожалению, к воровству денег и вещей. Когда был маленький, приходилось краповой наказывать или подзательных хорошо поддавать. А теперь стараюсь спокойно его все объяснить. Но увижу, не помогает. Возможно, моя методика воспитания в раннем детстве повлияла. Но скажу, он и родную маму абсолютно не уважает и не слушает. С уважаемым Олег. Счастья вам и вашей семье. Спасибо вам, дорогой Олег. Это одна из больших болей родителей. Когда дети начинают что-то вот так. Они становятся ворами и так далее. Я много раз провел опрос с детьми, почему они воруют. И вот из их слова, итоги, что я понял и что надо делать, я понял. Расскажу вам. Я не могу сказать, что 100% это единственный способ. Наверное, есть еще другие способы. Но в моем практике, то, что работало, я расскажу вам, поделюсь своим опытом. Знаете, когда человек ворует? У детей есть жгучее желание владеть что-то. Жгучее желание иметь что-то. У детей есть вот это жгучее желание. Поэтому их жгучее желание настолько выше, что желание превосходит разум. То есть диктует на разум. Например, посмотрите, маленький ребенок. Это мой стакан. Это моя мама. Это мой папа. Если вы говорите, дай стакан, он начинает плакать. Нет, ты его и так далее. Если вы заберете у него игрушку, он думает, что вы забрали его навсегда. Он начинает плакать. Иногда говорит, дай братушку или дай сестру, попозже она отдаст тебе, а ребенок это не понимает. Он думает, что вы навсегда заберете у него. Вот такая проблема. Поэтому у них жгучее желание превосходит их разум. А с возрастами мы взрослеем, взрослеем, и разум начнет нам правильно объяснить, как, что, чего делать и так далее. И мы потихонечку двигаемся. То есть мы начнем понимать, это мое, это твое, это чужое. Чужое брать нельзя и так далее. Начнем оценивать это все, анализируя. Потому что это наше животное начало. Все, что вижу, что нравится, забрать. Это наше животное начало. А когда мы становимся по чуть-чуть, по мере возраст осознанным, мы отказываем от этого все. Теперь, почему дети воруют? Они воруют по той причине, что они с законным путем не могут доставить то, что они хотят. И когда у них не получается с законным путем и правильным путем, тогда они начинают вот таким неправильным путем брать, воровать, украсть и так далее. Поэтому для того, чтобы дети перестали воровать, мой совет к вам, найдите для них занятия. А задача тем, чем заниматься. И за это задача сделайте, чтобы они могли что-то добиться. Что-то полезное добиться. И тогда от этого будут пользы. И когда они это добиваются, вознаградите их чем-нибудь. Со временем у них в голове появляется, что можно законным путем владеть эти вещи. Во-первых. Во-вторых, можно законным путем зарабатывать. Третье. Можно через свои способности иметь доступ к своей мечте. То есть, что-то надо уметь делать, чтобы это отдавать миру. И взамен уметь тебе дать деньги. И ты этими деньгами можешь покупать то, что ты мечтаешь. Просто очень важно, чтобы вы показали им, что просто пойти брать нельзя. А то же самое, то, что ты хочешь. Даже десятикратно лучше ты можешь приобрести только в том случае, если ты развиваешь в себе энные способности. Определенные качества, определенные способности в себе. Вот когда вы это правильно объясняете человеку, до него хорошо доходит. И он начнет это делать. За годы своей жизни я с этим много раз столкнулся. Очень-очень много раз я столкнулся с этим. Именно так и происходит. Много раз я с этим столкнулся. Так что, именно если вот так, как я сейчас рассказываю, если будете сделать, Олег, я уверен, ваш сын и доченька, они меняются. Это первый показатель. Второй показатель, что я вам... То есть, второй способ, что надо делать, возьмите их один раз с собой, приведите экскурсию, покажите им горькую правду по названию «Жизнь». Что их ожидает? Возьмите их с собой, посидите на машину, проведите экскурсию. Сначала покажите им все, кто на улице живут. Бомжи, бездомники и так далее, и так далее. И акцент делайте на качество жизни. А не на то, что он тоже живет, ну, что он хороший. Нет. Акцент делайте на качество жизни. Что каждый человек свою жизнь выбирает сам. И что вот это последствия того, когда люди не учатся, когда люди работают над собой, когда люди действительно выбирают лень. лень украл у этих людей хорошей жизни. Вот. Покажите этого, первое. Второе. Покажите жизнь ребят, которые специалистов, прегмахер, врач, учитель и так далее, и так далее. Покажите их жизнь, чтобы до них дошло, о, это классно, круто и так далее. Это второй. Это очень сильно поможет. Потом после вот этого все пройдите к третьему. Потом покажите жизнь тех людей, которые более состоятельные, более богатые, более успешные, более известные. Покажите издалека их дома и так далее. Запомните мои слова. Я однажды это делал с моими племянниками и племянницами. Очень сильно запоминается и навсегда эти дети запомнят этого. Потихонечку у них в голове начнет сидеть. А потом спросите, что вы выбираете в будущем, какую жизнь вы хотите иметь. А я вам гарантия дам. Я вам гарантия дам, что эти дети выберут хорошую жизнь. Вот увидите. А потом вы покажите им, как это можно добиться. Тогда вы видите, они с радостью это сделают. Я несколько раз это практиковал, это работает. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику, если вы что-то полезное услышали. Рекомендуйте своим детям, своим знакомым. У нас несколько направлений рубрика. Есть по бизнесу, вы можете задавать по бизнесу вопросы. Мы на них отвечаем. Отдельно рубрика, которая есть, вопросы до Влада по бизнесу. Есть рубрика, которая сменит отношения, я по них отвечаю. Есть рубрика, которая для детей. Вот это вопросы, которые сейчас есть, это вопросы, которые пришли к нам. именно дети нам задавали эти вопросы и меня не отвечали. Желаю вам успехов, всего доброго!